Всем привет, ребят, с вами Сарбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору новых скинов. Наконец-таки настал тот самый замечательный день, когда нам на специальный аккаунт выдали замечательные новые РТ скины. И сегодня мы их рассмотрим, скатаем, я думаю, что на них одну каточку, ну и заценим, насколько они жесткие. Есть ли смысл вообще до них доходить и есть ли в них определенная актуальность. Поэтому давайте заходим в гараж, у нас эти скины уже должны быть. На рикошетте у нас есть еще и одно интересное устройство, которое я уже тестировал, а именно устройство Гелиус. Заодно с ним, я думаю, что мы сыграем еще одну каточку. Так, где у нас скины, скины вроде как, а не, не тут, понял, услышал, не тут, значит вот здесь, да. Одеваем рикошетика вот такого. Выглядит он, конечно, ну не знаю, если честно, так, на любителя. Я бы не сказал, что супер красиво, супер жестко, супер сочно. Ну и паладинчика, паладинчика тоже берем. Так, ну и вот паладинчик, к слову, выглядит поинтереснее. Выглядит поинтереснее. Есть у него такая сзади прям крутая жесткая подсветочка. Ну а что касаемо передка, вот эти вот желтенькие, оранжевенькие, даже я бы сказал, такие точки на разогреве, на турбинах, ну такое-се, такое-се, не очень, не очень, мне не нравится. А вот задний вид с этими синими кругами на турбинах, это уже какая-то такая сочная тема, плюс задняя вот эта решеточка с синей дополнительной подсветкой смотрится довольно-таки интересно. Ну и давайте оденем, может быть, какую-нибудь краску, может какой-нибудь краской она будет смотреться прям жестко, ну вот, например, так вот возьмем, вот так вот, да, гроза, все-таки, ну гроза это контентовый Зевс анимированный. Это вот это что-то уже такое более сочное, более аппетитное, более нагибаторское. Ну и давайте сыграем на всей этой замечательной контентовой махине, а у нас краска не переоделась, почему не переоделась? Сыграем каточку, так, Зевсик, 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 ой, вернее не Зевсик, а гроза. Ну и давайте пикнем, куда мы пикнем? Давайте пикнем. В дефолтную TDM очку как раз у нас рикошет с Гелиусом, и я думаю, что с ним можно будет очень неплохо навалить контентику, и я думаю, что у меня еще одет ловкач. Давайте мы оденем, попробуем кризисом, и посмотрим еще на это устройство немножко с другой стороны. Я, в принципе, это устройство уже тестировал и обзор делал, но я тогда играл на ловкаче и плюса себе по урону никакого не давал. А здесь уже будет хороший жирный плюс к урону, и вот с этим урончиком, может быть, получится что-то сверх жесткое и интересное. Ну, задний вид прям очень сочный, ну прям очень сочный. Не знаю, как спереди, спереди, мне кажется, не очень выглядит этот паладинчик, но сзади прям, ну, тарелка такая, прям аппетитная, сочная тарелочка. Так, ну и смотрим, что у нас по урончику, ух, ничего себе навальчик контент, ух, ну это хорошо, это бодряк. Но под кризис, кстати, это устройство намного жестче подходит, то есть ты с ДА-шки переключаешься на ДД-шку, когда у тебя есть баллон, и сразу вкидываешь большое количество урона. В принципе, вот эта идея мне намного больше нравится, и реализация тогда этого устройства становится совсем на другом уровне. Ну и по скинам я скажу, что паладин, вот еще даже когда, видите, в фантомчике вы появляетесь, он вообще выглядит прям очень круто. На грозе смотрится прям сочно, не знаю, как будет смотреться, например, на каком-нибудь там чемпиончике, на каком-нибудь там гладиаторе, ветеранчике. Ну, на ветеранчике, мне кажется, что тоже будет очень круто смотреть, на ветеранчике практически все вооружения в нашей игре смотрятся прям бомбически. Ну, быть может, на основочке у меня когда-то вот этот замечательный скин будет, и мы тоже его сможем вместе с вами заценить, оценить и показать. Так, ну и давайте накидочку плотную наваливаем, но нас тоже довольно быстро сливают. Если честно, посмотрев на такой скин, я вам даже скажу, что я бы не против видеть его у себя на основном аккаунте, ну, если так, чисто на чистоту. Здесь, конечно, надо еще грамотно с этим устройством переключаться по расходке, потому что я наношу по 3-4 шарика еще без ддшки, потому что начинаю стрелять и потом только нажимаю дд, а здесь эти шарики летят оооочень быстро. Надо заранее сначала ддшку включать, а потом уже накидывать урончик, но урон прям очень классный, сочный комбина, прям, ну, бомбическое, мне нравится. Мне нравится то, что можно делать с этим вооружением. Ну, а насчет скинов, вы знаете мое отношение к ним, вы знаете, что я, ну, не являюсь тем, наверное, человеком, который гонится особо за скинами, который, там, хочет себе побольше, там, крутых каких-то нагибаторских скинов и, типа, там, фанатеет от них, что, типа, например, там, одел скин и думаешь, оооо, все, круто, там, бомбочка стала, да? То есть у меня нет такого, я никогда не гнался за ними и не гонюсь в принципе, но иногда, конечно, бывает приятно просто взять, одеть какой-нибудь такой скинчик, ну, так, чисто, чисто так, ну, покатать что-то, что-то покатать. Хотя для меня это, ну, как говорится, просто обычная текстура. Но если мы ее рассматриваем, то, в принципе, паладин смотрится круто, рикошет как комбинация к этому паладину, в принципе, тоже неплохо, но прорисовка рикошета нам, наверное, ну, не такая жесткая, не такая жесткая, да, то есть я в нем не вижу ничего такого сверхуникального, сверхконтентового, чтобы я сказал, вау, да, паладин, да, здесь видна работа, здесь виден дополнительный интерес к нему. Ну, еще бы было бы, знаете, что круто, если бы, когда ты, например, летишь на нетре, еще бы эти бы турбины бы как-то подсвечивались, там, дополнительно какой-то еще моментик был бы проработан, было бы очень-очень круто, например, у Гаусса при сводке поднимаются вот эти вот замечательные уши, да, то есть и здесь бы, например, при большой скорости у тебя бы эти турбины, там, бы, например, раскаливались, там, и становились, например, такие красные, такие ярко прям контентовые, то это тоже было бы очень круто, но, в принципе, и так прорисовка скина выглядит довольно-таки неплохо. Единственное, вот эти вот, опять же, оранжевые половинки, вот такие вот, да, вилочки, можно так сказать, они, ну, тоже, как бы, не очень, да, то есть, сам цвет на корпусе, ну, как-то, ну, не очень смотрится, то есть, если бы это было бы немножко какая-нибудь другая, там, золотая прорисовка, да, не оранжевая, либо там еще какая-то контентовая, там, фиолетовая, да, то есть, ну, цвет просто подобраны, как по мне, не очень жесткий, был бы какой-нибудь другой, может быть, смотрелось бы поинтересней, и по контентовой, веи, так, у нас 50 килов, противника 54, давайте попытаемся выиграть эту катку, раз я уже в нее запекался, ну, и в очередной раз попробуем реализовать наше замечательное устройство, потому что пока что, если честно, ничего прям супер хорошего у нас не получается, поэтому давайте поиграем, чуть, может быть, пассивнее, так вот, знаете, по сейву, чисто на накидочку, чисто на хороший, ой, боже, сейчас я все в нуль урона вкинул, чисто аккуратненько, так вот, на урончик, по красоте, урона можно нанести с этого устройства довольно-таки много, главное просто не торопиться и играть более пассивно, а то многие ребята с этим устройством играют очень активно, и потом говорят, что его, типа, реализация очень плоха, а я вам скажу, что просто с этим устройством нужен определенный подход, чтобы оно работало и чтобы от него было много пользы, если вы будете правильно, грамотно его реализовывать, например, вот так вот с кризисом, то все у вас будет четко получаться, без особых проблем вы будете наваливать большое количество урона по противнику, ну и по итогу еще и будете всегда в плюсах, так, ну и с паладинчиком, кстати, вообще работает довольно-таки неплохо вот эта комбинация, единственное, мне бомбочку сунули, от которой я не убегу, ну ладно, зато мы уже выигрываем катку, у нас уже 28 килов, при том, что мы сыграли всего лишь 7 минут с этого боя, есть по центру еще один овердрайв, который можно попытаться забрать, отлично, одного сбриваем, ай, второго сбрить, к сожалению, не успел, так, ну и у нас вроде как команда активизировалась, и мы потихонечку уже летим вперед, также кризис очень хорош тем, что когда у вас еще нулевой урон, вы уже, ну, практически пол карты можете проехать на нетре, и очень быстро долететь до вражеского спауна, а потом уже начинать наваливать урон по противнику, ну, например, с таким устройством, просто пережимая с ДАшки на ДДшку и накидывая большое количество урона. Мне эта идея очень даже нравится, и я надеюсь на то, что когда-то у меня это устройство будет на основном аккаунте, потому что мне кажется, что если играть с ним чуть побольше и привыкнуть его грамотно реализовывать, да, просто сейчас еще, наверное, довольно у маленького количества игроков это устройство есть в своем гараже, но если к нему привыкнуть и правильно его реализовывать, то с ним можно делать очень большой киллов в боях, единственное, что это, ну, понятное дело, резисты, да, то есть если от этой пушки будет большое количество резистов, то тогда реализация будет намного-намного хуже. По безрезу этот рикошет может давать очень жесткие цифры, плюс у него есть дальность, а дальность для рикошета в данный период времени, я считаю, что это самое важное, что есть составляющая. Так, у нас уже сотка, у противника девяносто один, отлично, идем, пока что все у нас вместе с вами получается, единственное, у меня здесь аптечки не было, но у нас уже зато тридцать восемь киллов и шестьсот целых очков. Идем на досрочку, определенно, ну и хотелось бы, наверное, попытаться долететь здесь в этой катке до пятидесяти киллов, это будет такая вот, можно сказать, мини, мини наш чекпоинт в катке, мини-ачивочка, если мы здесь песяточку сделаем, ну и пока что вроде как все двигается более-менее нормально по счету, а то поначалу как-то мы проигрывали, пока я рассуждал, обсуждал, сейчас чуть больше сконцентрироваться, и уже что-то, что-то у нас вместе с вами начинает получаться. Так, ой-ой-ой, подшел, вта попался, на дэшку не успел переключиться, к сожалению, может быть даже иногда лучше просто под дэшкой наносить урон, когда ты на паладине с овердрайвом, да, там все-таки с пробитием и так, хороший очень урон залетает по оппоненту, и иногда вот когда я так переключаюсь, может даже этого и не стоит делать, может лучше просто остаться на дэшке, и с дэшкой нанести хорошее количество урончика, ну и, соответственно, не погибнуть. Так, 122 кила у нас, там у Титана купол, здесь Крусейдер начинает с дэшки, соответственно, я могу, хотел сказать, его уничтожить на дэшке, но чуть-чуть, к сожалению, его не добил. Еще один овердрайв, наверное, у нас будет, давайте пытаемся пожить здесь с левого фланга, чуть-чуть зацепился я, ну и давайте еще, еще, чуть-чуть, чуть-чуть, навалим, навалим, навалим контентику, так аккуратненько здесь заезжаем, арес шарик хороший, выпускает, я успел еще из дэшки нанести и на дэшку переключиться, настолько быстро здесь шарики рикошета летят, что можно еще и успеть переключиться. Ну круто, круто, что я могу сказать, круто. Как жаль, что у меня такого устройства нет на основном аккаунте, и все те ребята, которые до сих пор думают, что это устройство не актуально и оно не нагибает, я бы на вашем месте, если оно у вас есть, да, и вы с ним, например, там пару раз сыграли, и подумали, что типа, ай, фигня устройства, типа оно ничего не делает, оно не жесткое, да, я бы на вашем месте пересмотрел бы оценочку этому устройству и попробовал бы еще бы поиграть, да, то есть поиграть, только поиграть не как вы всегда играете, да, там, например, пушите противника там и стараетесь быстро его уничтожить, а поиграть вот именно так, аккуратненько, полупассивненько, да, то есть оп, можно даже, если у вас есть кризис, то вот так же само просто с кризисом, да, то есть накидочку дали, чуть подсевились, подождали баллончик, потом опять накидочку, потом опять баллончик, и вот так вот, если вы будете грамотно, аккуратно играть, то на этом устройстве можно давать очень хорошие результаты, примерно как на диктатора-страйкере с дистанционным подрывом, если все будет у вас круто получаться. Так, бомбочка хорошая, конечно, была поставлена противничком, но она, благо, не сработала. Так, это, конечно, я здесь переключаться не хочу, и у нас уже катка заканчивается. Как-то так, как-то так, 52 кила я сумел еще и набить на этом замечательном новом RT паладина рикошете. Пишите, что вы думаете по поводу этих скинов. Напишите, есть ли смысл мне гнаться за этими скинами, по вашему мнению, да, то есть паладин, если, ну так, по чесноку сказать, выглядит круто. Рикошет, ну, такой себе, то есть, ну, я в нем ничего такого сверхкрутого, уникального не вижу. Да, то есть паладин, да, сочный, крутой, еще бы вот этот передочек был бы такой чуть другой, да, пикселит даже, видите, даже пикселит. А как у нас была эта возможная функция захода, а, о, захода, просмотра, так, что у нас тут? Ну, здесь, кстати, прорисовка нормальная. Прорисовочка хорошая. Ну, вот именно вот эти вот моменты мне очень сильно нравятся. Эти моментики прям реально сочно смотрятся. Еще бы вот этот бы цвет был бы другой бы. Ну, и вот это вот тоже здесь очень такая крутая синяя, синяя светлая такая прорисовочка. Круто, 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 круто. Круто, бойцы, круто. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу этих замечательных скинов, пишите, что вы думаете по поводу устройства, если оно у вас есть. Да, и вы на нем играли. То очень хотелось бы узнать вашу точку зрения по всему этому поводу. Ну, и, конечно же, не забывайте поддерживать видео, рик лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и также не забывайте про тег создателя контента. Мой личный тег в настройках игры в аккаунте. Это тег TeamP. Ставите его и поддерживаете меня. И участвуете в розыгрыше на 50 тысяч танкойнов и 2 миллиона кристаллов. Итоги которого будет уже буквально через 10 дней. Не забывайте. И со всеми условиями, в принципе, можете ознакомиться уже в описании к этому видеоролику. Ну, и понятное дело, что розыгрышей по нашему тегу будет еще довольно много. Это, ну, то есть, говоря, не последние розыгрыши. Если вы вдруг на этот розыгрыш не планируете там какие-то покупочки совершать, то можете приобрести, ну, вернее, даже не приобрести, а просто поставить тег, а потом уже поучаствовать в других замечательных розыгрышах. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.